Всех приветствую на моем канале. В сети появилась новая информация о следующих поколениях Mazda CX-5 и Mazda 6, которые должны выйти ориентировочно в 2022 году. Автомобили сохранят узнаваемый стиль, однако увеличатся в размерах, а также переедут на новейшую заднеприводную платформу, которую сейчас активно разрабатывает компания Mazda. С переездом на новую платформу эти автомобили должны стать полноценными конкурентами, премиальным немецким седанам и кроссоверам. Новая Mazda CX-5, которая скорее всего изменит именно Mazda CX-50, существенно увеличится в размерах. По габаритам он будет близок к текущему BMW X6. Ниша же старой Mazda CX-5 не останется пустующей. В данный момент в схожем типоразмере Mazda предлагает кроссовер CX-4, который, однако, доступен далеко не на всех рынках, в частности у нас его нет. Однако после поступления в продажу новой Mazda CX-5, CX-4 должен стать глобальной моделью. Mazda CX-5 нового поколения должна сохранить фирменный стиль марки, присущий ныне выпускаемым моделям, который, надо признать, является очень удачным. Новый Mazda не перепутает ни с какими другими автомобилями. Новое поколение CX-5, помимо увеличившихся габаритов, будет отличаться более динамичным силуэтом. Фактически автомобиль превратится в купе-кроссовер и станет полноценным конкурентом для BMW X6. Автомобиль сохранит узкие передние фары и задние фонари, а также массивную решетку радиатора. Он будет оснащаться колесами с дисками вплоть до 22 дюймов. При этом внешний вид кроссовера будет вполне лаконичным. Mazda по традиции обойдется без сложных выштамповых боковины, которые делают дизайн слишком перегруженным. В подобном же стиле будет выполнена и новая Mazda 6. Я уже делал видео про эту машину, однако в тот раз в качестве изображения использовал фотографии концепта трехлетней давности. Сейчас же в сети появились полноценные рендеры новинки, которые достаточно точно отражают внешний вид нового седана. Новая Mazda 6 будет в значительной степени идейным развитием текущей шестерки в ее рестайлинговом исполнении. Однако будут и существенные изменения, выдающие переход на заднеприводную компоновку с продольным расположением силового агрегата. Так увеличилось расстояние между передним колесом и передней дверью, ведь продольно расположенный двигатель будет смещен к центру колесной базы для улучшения развесовки. В этом плане инженеры Mazda явно ориентируются на BMW. Переход на подобную компоновку вызван тем, что в настоящее время продажи непремиальных полноразмерных седанов падают. Покупатели все чаще предпочитают им кроссоверы. Стабильный спрос сохраняется лишь на премиальные модели со спортивным имиджем, такие как BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Audi A6. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, Mazda вынуждена двигаться в сторону этого сегмента рынка. Что в целом забавно, также в это же самое время компания BMW, например, наоборот упрощает свои базовые модели. Так BMW 1 серии отказалась от заднего привода в пользу переднего. Вообще Mazda пошла по правильному пути, вместо того, чтобы создавать какие-то новые марки, специально для премиума, решила сама превратиться в премиум. Взять ту же Hyundai, которая создала бренд Genesis, или Citroёn, который создал DS. По сути, никто не знает, что это за название. Скажешь, что ездишь на DS или на Genesis, подумают, что это какой-то китаец. А ведь таких марок немало, те же Infiniti, Acura, которые особого успеха не снискали. Более-менее что-то получилось лишь у Toyota со своим Lexus. Так что Mazda решила явно не наступать на те же грабли. Если говорить только о внешности, то основным изменением новой Mazda 6 спереди станет решетка радиатора с хромированными элементами, сильно заходящими на фары. Такое дизайнерское решение должно было появиться на Mazda уже достаточно давно. В частности, концепт кары Mazda аж в 10-летней давности уже имели подобные решения. Однако на тот момент подобные узкие фары не могли быть установлены на серийные автомобили. Это стало возможным лишь после начала повсеместного использования светодиодов в головной оптике автомобиля. Сильнее всего новая Mazda 6 изменится сзади. Она получит круглые фонари с горизонтальными секциями, заходящими на крышку багажника. Вообще, сзади появилось много общего с автомобилями Alfa Romeo. Хотя Mazda уже давно называют японской Alfa Romeo. В спойлере, интегрированном в крышку багажника, есть даже что-то от модели Ferrari. Первоначально все эти дизайнерские решения были опробированы на концепте Mazda Vision Coupé 2017 года. От него же новые Mazda CX-5 и Mazda 6 должны получить интерьерные решения. Основной фишкой салонов новых Mazda станет торпеда со сплошным экраном мультимедийной системы, ниже которого также будут расположены сплошные сопла вентиляции. Множество органов управления станет полностью сенсорными. Они будут расположены как на центральной консоли, так и на центральном тоннеле. Управление же основными функциями, вроде регулировки настроек климат-контроля, оставят за аналоговыми приключателями, чтобы ими можно было пользоваться вслепую. Автомобили должны получить очень быструю мультимедийную систему следующего поколения. Она будет поддерживать сервисы Apple CarPlay, Android Auto, возможность голосового управления, а также обновления программного обеспечения через интернет с возможностью установки сторонних приложений. Также она сможет проигрывать видео в разрешении 4К. Похожие возможности в данный момент предлагает лишь мультимедийная система концерна Volkswagen, которая устанавливается на последние модели, вроде нового Golf или Octavia A8. Автомобили будут оснащены самыми современными средствами активной и пассивной безопасности. У них будет 9 подушек, система автоматического торможения, система активного круиз-контроля, камер кругового обзора и удержание автомобиля в полосе. Также ожидается появление и полноценного автопилота. По технической части новая Mazda CX-5 и Mazda 6 изменятся крайне сильно. У автомобилей будут гораздо более сложные подвески. Спереди взамен стоек Макферса должна появиться двурычажка. Сзади будет многорычажная подвеска. Mazda 6 будет предлагаться как задним, так и полным приводом. Новая Mazda CX-5 будет лишь полноприводной. Новые автомобили не будут доступны с механической коробкой передач. Они будут оснащаться автоматическими коробками Aisin, а количество передач возрастет с текущих 6 до 8. Двигатели будут расположены ближе к центру колесной базы, а значит у машины будет лучшая развесовка. В плане настроек шасси Mazda и сейчас очень хороши. Новые же поколения седана и кроссовера должны в плане управляемости ничуть не уступать BMW 5 серии и BMW X6. С динамикой у новых Mazda также будет все в полном порядке. Автомобили должны получить моторы Skyactiv нового поколения, которые будут отличаться воспламенением от сжатия. В данный момент Mazda уже выпускает один подобный двигатель объемом 2 литра. Он устанавливается на компактную модель Mazda 3. В будущем Mazda планирует выпуск нового мотора объемом 2,5 литра, оснащенным подобной системой воспламенения. Такая система обеспечивает экономию топлива на уровне 15%, как и текущий агрегат объемом 2,5 литра. Новый мотор также будет доступен в атмосферном и турбированном варианте. Его мощность останется схожей, однако он будет отвечать более жестким экологическим стандартам. И как уже сказано ранее, будет лучше экономить топливо. Атмосферный вариант будет выдавать около 190 лошадиных сил. Он станет базовым для нового седана Mazda 6 и кроссовера Mazda CX-5. За доплату будет предлагаться турбо-версия этого двигателя мощностью около 240 лошадиных сил. Топовой же станет 3-х литровая рядная шестерка с турбонадувом. В данный момент Mazda таких моторов не предлагает вовсе, однако с переходом на продольное расположение силового агрегата это стало возможным. Такой агрегат в зависимости от форсировки будет выдавать от 300 до 400 лошадиных сил. Кроме того, в дальнейшем появятся и гибридные модификации Mazda. Гибридность может быть как версия с мотором 2,5 литра, так и 3-х литровая. Самые мощные модификации Mazda CX-5 и Mazda 6 будут обладать гибридной силовой установкой с совокупной мощностью порядка 600 лошадиных сил. Это позволит им конкурировать с такими спортивными автомобилями, как BMW M5 и BMW X6M. На последний в данный момент устанавливаются 8-цилиндровые моторы. Однако в будущих поколениях в связи с ужесточением экологических стандартов они также могут получить шестерки и стать гибридами. Так что в этом смысле японцы идут в ногу со временем. Несмотря на повсеместный отказ от дизелей, Mazda планирует продолжить разработку этих двигателей. Новые, самые современные дизели будут укладываться в жесткие экологические стандарты, а также будут отличаться хорошей производительностью. Всего будет два дизеля, один объемом 2,2 литра мощностью 190 лошадиных сил, а также шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра, выдающий около 300 лошадиных сил. Можно с уверенностью говорить, что новые Mazda 6 и Mazda CX-5 с подобной технической начинкой ни в чем не будут уступать немецким премиальным конкурентам. Цены на автомобили, естественно, станут выше, однако они все же будут куда доступнее немцев. Цены на нового Mazda 6 будут начинаться приблизительно от 2 миллионов 300 тысяч рублей. За заднеприводную версию с мотором 2,5 литра. Топовые спортивные версии шестерки обойдутся в 5-6 миллионов, что в целом также дешевле, чем BMW M5 и Mercedes E63 AMG. Новая Mazda CX-5 будет начинаться приблизительно от 3 миллионов и заканчиваться на тех же 6. Нишу текущей CX-5 как более доступного кроссовера должна занять модель CX-4 следующего поколения. На данный момент это вся информация о новинках, как только появятся дополнительные сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях, как вам новые Mazda, ведь только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok